Я думал, я взял билеты на ракету, а я попал на Титаник. Эмоционально, конечно же, очень тяжело пережить подобное движение рынка. Коррекция составляет 50%, но в 2018-м было гораздо хуже. Гораздо. Намного. Я тогда думал, что я вообще никогда не начну этим заниматься. Вот, однако, начал. Так вот, я думаю, что система корректирования цен вниз, само собой, она спланированная, само собой, это происходит уже неоднократно, само собой, будет и рост. Но, сука, эмоционально тяжело. Ну, непросто, короче. Жадность, конечно же, бьет сильнее всего по твоему карману, потому что я ждал, 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 рассчитывал, рассчитывал, и потом раз, и произошло падение цен. Ну, я через это уже проходил, и было гораздо хуже, было гораздо хуже. Но, еще я также предполагаю, что, само собой, будет падение еще ниже. Вполне возможно, что это может дойти до 100%. Это предположение, это мои мысли, но я уже себя к этому готовлю. Держись, дружище, а дальше будет только хуже. За всю историю это уже шестое жесткое падение биткоина и криптовалюты в целом. Поэтому, опять-таки, я себя успокаиваю, что это нормальный процесс. Себя, тебя успокаиваю. Больше всего, конечно, страданули новички. Несмотря на то, что через это ты уже прошел, ну, то есть я, я говорю за себя, через это мы уже проходили, все это было эмоционально тяжело. Круче всего, конечно, страданули новички, потому что в 2020-2021 очень много компаний вступило в это дело, очень много денег было влито, очень много чего куплено, вся различных альтов. И, само собой, появилось очень много новичков, которые в этом ни сном, ни духом, первый раз они влезли и, сука, жестко обломались. Ну, и, само собой, сейчас все скидывают свои бабки, цены везде падают. Причем еще интересный закон вышел, по-моему, в Гонконге это происходит. Сейчас они избавляются от розничных инвесторов. Этот закон касается криптовалютных бирж. То есть там свои активы, мол, содержат только люди от миллиона долларов в общей совокупности. Само собой, люди с этого рынка побегут, именно Гонконга. Ну, и про Китай ты тоже знаешь, про Маска ты знаешь. Ну, и, конечно же, вышел твит еще одного смотрел блогера. Он говорил о том, что вышел твит одного анонимуса, который утверждает, что это все спланировано для того, чтобы пошатнуть одного известного холдера. Ну, как известного? Богатого, проще так сказать. Одного богатого холдера для того, чтобы снять его капиталы. То есть сделать его небольшим банкротом. Ну, предположим, скажем, стоимость этого холдера составляет несколько миллиардов, даже один миллиард долларов. И портфель упал, прикинь, на 50%. Теперь у него полмиллиона. Ну, и, само собой, они хотят вынудить его тратить деньги. Чем больше людей тратят альты, снимают, тем больше цена падает. И это до сих пор продолжается, пока не останавливается. Поэтому я пока не закупаюсь, пока хочу подождать, посмотреть. Вполне возможно, что будет резон закупаться попозже, через пару месяцев. И опять сидеть, как хомяк, ждать, пока будет рост. Налейте всем трейдерам полные чаши, и им завтра снова в поход. Рожденный по трейдить не жнет и не пашет, иных хватает хлопот. Он сладко сулил этот вождь иноземный, купивший наши альты. Он клят выдавал нерушимее кремния сильнейшим солнцу лучи. Сказал он, что завтра, под крики вороньи, взовьется альто в хоровод. И прибыль нам свалится прямо в ладони, как зрелый, вызревший плод. Сейчас, конечно же, начнется информационная война о том, что биткоин и вообще вся криптовалюта экологически нечистая, о том, что это мыльный пузырь, о том, что Китай, Илон Маск, новости, сейчас начнется очень сильная информационная война, которая будет заставлять падать альты. Я сейчас смотрю, всплываю сейчас очень много новостей по поводу того, что круг, ой, крах, пирамида, фиаско, недецентрализованно. Только власти вам могут помочь. Ну и так далее. Все ведет к тому, чтобы цены падали. В этом заинтересована любая система. Я тебе об этом уже неоднократно говорил. Любой централизатор заинтересован в том, чтобы централизированно направлять свою власть, свои потоки в те места, куда ему это выгодно. С криптой такого получиться не может. И на данный момент крипта – это единственный способ освободиться от централизатора для того, чтобы сохранить свои капиталы. Потому что еще не забываю о том, что триллионы бабла, ну триллионы выпущенных американских долларов. Да и не только долларов. Тут же понимаешь дело в фиатной валюте, которая постоянно обесценивается. Валюта обесценивается. Останок включили, она снова печатается. То есть, если ее мало, сделаем ее много. Если ее много, сделаем ее мало. Это все подконтрольная система. И для того, чтобы не проебаться на инфляции, нужно сделать очень простой шаг. Купить крипту. Да, она сейчас падает. Но она, сука, всегда растет. Мы все потрактируем, отглохнем от здравниц, Устанем от заморских морей И смело утешим белогрудых красавиц, Оставшихся без мужей. Когда перед нами все биржи раскрылись, Мы ждали, что вынесут ключ. Но цены упали из облака пыли, Как молнии из-за туч. Смеялись на небе киты и акулы, Веселая теша с игрой. Мы все полегли, Не дождавшись подмоги. Но каждый палка-герой. Самая главная ошибка, которую допускаю лично я, Это фиксация прибыли. Ну, как я сказал уже, Приступ жадности бьет по карману. Боже мой, шибу упало. Я, конечно же, расстроен. Все, упало, я тоже расстроен. Но будем ждать. Оно должно падать дальше, И будем дальше закупаться. Сделал 2х, зафиксирую прибыль. Сделал 3х, зафиксирую прибыль. Кстати, выявил для себя еще сейчас Интересную формулу по поводу Альтов. В общем, я брал 1000 долларов. Умножал на максимальный показатель Стоимости крипты. Ну, то есть, ты берешь, допустим, Лайткоин. Лайткоин берешь. Умножаешь его на максимальный показатель. Сколько там было? 340. 1000 долларов. Взяв получается, ну, где-то порядка Ну, вот получается 3400. Так. Так. И берем минимальный показатель. То есть, минимальный, допустим, У нас составляет где-то 140 долларов. Сколько мы альтов можем купить на 140 долларов? В общем, с этим графиком получается так, Что можно неплохо заработать. Очень даже хорошо. Веселую участь, подобную нашей, Постигнут в свой жуткий час. Так налейте всем трейдерам полные чаши. Пусть выпьют в память о нас.